Приветствую вас и ответ будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена тому, как вам наладит отношение с семьей дочери. Вторая часть будет посвящена тому, почему произошла такая ситуация, почему возникла обида, появился сам факт того, что человек на вас обиделся, ибо того, что вы не выполнили свое обещание в день единого выражения. Если вам интересна первая часть, то, соответственно, можете прослушать только ее. Если вам интересна вторая, то, соответственно, можете прослушать ее тоже. Я постараюсь разговаривать все эти две части, чтобы вы не слушали то, что вам не интересно. И начну я с того, что вы, собственно, спрашиваете, с ответа на ваш прямой вопрос. Как наладить отношения с семьей дочери? Ну, во-первых, самый простой, самый легкий, самый такой очевидный, набрашивающийся на ум, значит, способ, это исполнить ваше обещание, которое выражено в денежном эквиваленте, значит, исполнить это обещание и объяснить дочери, почему вы не смогли его исполнить раньше. Если ваша дочь вас любит, то, соответственно, она может относиться к вам с пониманием, и ей, конечно, неприятно, что вы ее обманули, неприятно, что вы пообещали, чего-то не сделали, но в жизни ситуация была разная, и если у вас не получилось, значит, на то были причины. Соответственно, эти причины нужно до дочери вам донести. Если она не хочет вас слушать, то можно сделать это в форме письма, в форме послания, в форме сообщений и так далее, чтобы она его все-таки прочитала. Если человек настроен на восстановление контакта с вами, то, соответственно, он обязательно подождет, может быть, не сразу, а если в нем сейчас горит обида, то, соответственно, конечно, человек не настроен на конструктивное восприятие того, что вы, например, ему будете писать, или что вы будете ему говорить. Это нужно понимать достаточно четко. Следующий вариант, который вы можете использовать, это понять, а для чего было дано обещание. Какую цель, какой смысл обещание преследовало? То есть, на что было направлено взятое вами обязательство? Хотели вы чем-то помочь семье дочери? Хотели вы чем-то ее порадовать? Хотели что-то для нее сделать и так далее? Это никогда не поздно повторить, если вы не смогли вовремя. Причем, если это действие было такое, что оно ограничено по времени, то есть, скажем, путевка какая-нибудь, да, или там, поход куда-нибудь на какое-то мероприятие, то вы можете либо на следующий раз, то есть, на следующий поход, на следующее мероприятие, которое произойдет какое-то время спустя, либо, значит, ну, что-нибудь похожее. И опять, опять, если человек, то есть, ваша дочь настроена на то, чтобы наладить с вами контакт, то она это примет, она примет ваши изменения, ваши, как бы, замещения. Но в обязательном порядке нужно пояснить причины, по которым вы не смогли сделать это вовремя. И важно, чтобы эти причины были уважительными, чтобы она понимала, что вы хотели, если не хотели, ну, не получилось. Так бывает. То есть, нужно понять смысл вашего обязательства и постараться именно по смыслу найти замену. Такое происходит, в принципе, склошь и рядом, когда люди, например, не смогли сделать чего-то друг за друга, но при этом у них есть возможность сделать что-то другое, и если человек заинтересован в партнере, то он принимает это, пусть и немножечко с обидой, потому что именно она не дает человеку возможность получить удовольствие от такой вот замены. Третий вариант. Это, собственно говоря, больше акцент на пояснение того, почему вы не могли сделать то, что обещали. То есть, грамотно построить описание обстоятельств, помещавших вам и исполнить свое обещание. Если вы сможете достаточно жестко, достаточно полно, ясно и однозначно донести до своего ребенка и до его семьи причины того, что вы не смогли сделать то, что обещали, то люди, если они вас любят, если они настроены на то, чтобы принять вас, если они заинтересованы в вас, если они раздаются в вас, если у них есть к вам чувства, они, ваши слова, как бы это сказать, вас примут правильно. И вот приняв правильно эти слова, они наладят с вами отношения. И на этом именно часть про варианты, я думаю, будет закончена. Потому что варианты слишком общие, и они касаются типовых ситуаций. Чтобы дать вам более конкретные варианты, чтобы порекомендовать вам что-то сделать, нужно все-таки больше информации о том, что у вас случилось, почему такая ситуация вообще произошла. Поэтому мы переходим ко второй части, и если вам вторая часть неинтересна, то, соответственно, вы можете ее не использовать. Вторая часть касается того, почему произошла такая ситуация, и вы, наверное, заметили, что я неоднократно повторял такую фразу, что если ваша дочь и семья ее заинтересованы в вас, если они хотят с вами общаться, если они вас любят и так далее, это на самом деле не является простым повторением. Это действительно очень важно. Эти люди не обладают такими характеристиками по отношению к вам, не обладают такой направленностью по отношению к вам. Если они не хотят с вами общаться, если они не настроены на конструктив в отношении вас, если они искали или ищут помощь, чтобы с вами поссориться, чтобы от вас отдалиться, чтобы исключить вас из своей жизни, то, во-первых, вы в этой ситуации не виноваты. А мы, чтобы вы не сделали, рано или поздно эти люди нашли бы ошибку и придрались бы к ней. Использовали бы ее для того, чтобы как раз отгородиться от вас. Дальше. Объяснять таким людям что-либо бесполезно, потому что они заинтересованы исключительно только в себе, в своих интересах. Они не настроены вас слушать, они не настроены воспринимать то, что вы говорите, что вы делаете. И чтобы вы не совершили в их отношении, они все равно будут стоять на своем образе, потому что таковы их интересы. И в этом случае, а вам, безусловно, лучше знать, как эти люди к вам относятся, если вы не уверены, то, опять-таки, попробуйте предоставить вам больше информации о стос, и тогда можно будет сделать заключение о том, как эти люди к вам относятся. Вот. Если эти люди относятся к вам именно так, то есть плохо, то есть негативно и корешно, то у вас нет шансов наладить с ними отношения, потому что они в этом не заинтересованы. Либо это будут отношения полностью на их условиях, то есть вы не будете иметь права ни на что, они будут иметь права на все, и выникает вопрос, а для чего вам такие отношения? Так ли вы в них нуждаетесь? Достоин ли вы тех унижений, того бесправия, что в этом случае вам уготовано? Ответ на этот вопрос можете дать только вы, но, тем не менее, данный аспект, я считаю, нужно было обязательно озвучить, потому что без его понимания, без его наличия нельзя составить полную картину ситуации. И давайте теперь немножечко подытожим то, что мы здесь с вами получили. С одной стороны, есть ряд вариантов, вариантов общих, которые вы можете использовать для налаживания отношений с дочерью и семьей, если эти люди настроены на то, чтобы с вами поддерживать отношения. То есть были позитивные связи, вы что-то обещали, вы не сделали, дочь вас неправильно поняла, обиделась, это было. Вы можете сделать так, чтобы она перестала на вас обидеться способами, которые я описал. Но сам факт, причина следственной связи между вашим обещанием, которое было выражено в денежной форме, и обиды дочери наводит на мысль, ну точнее не может не наводить на мысль о том, что она вас использует. И элемент использования, факт использования нельзя исключать. А если он есть, то им можно объяснить любое непонятное поведение вашей дочери и ее семьи по отношению к вам. И в этом случае уже вам решать, принимаете вы такое отношение или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. 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 Спасибо.